Значит, Павел вас с основными новостями познакомил, поделился. Вот, тем, что на договор аренды земли прошел госрегистрацию. В принципе, с этого момента, можно сказать, можно начинать отчет всех последующих событий. Как отправная точка, ну, в принципе, как запуск некой реакции целой. Запускается цепь последовательных событий. Если до того она сдерживалась, вот, то теперь мы можем двигаться дальше. В связи с этим, в последние дни мы ведем постоянную работу по согласованию новых графиков, уже поправленных, исправленных, работ, действий, последовательности действий. Кто, когда, в какой момент включается в работу, где и на какой момент какие документы должны быть. Соответственно, пересматривается весь график оплаты, работ, финансирования. Исправляется все планы по работам в связи с изменением. Графика начала работы, да и тут же же рассматриваются и климатические условия. И все, все эти изменения, которые прошли за последнее время, учитываются и вносятся в план работы. Но решение ко всему сейчас, на подвесе уже, в связи с последними изменениями, опять-таки, нормативной базы, законодательной базы, могут произойти изменения с техническим заказчиком. И эти функции, технополис Москва может снять с себя эти функции, и тогда у нас будет идти перерассмотрение технического заказчика. Ну, что делать? Все течет, все изменяется, поэтому мы должны быть готовы к этим вызовам. Мы должны быть готовы к ним, оперативно на них реагировать и находить новые решения, для того, чтобы проект продолжал двигаться с максимальной скоростью и эффективностью. Вот сегодня, например, были собраны представители всех компаний-участников, работ на соответствующих этапах начальных, проходило такое совещание, рабочее совещание, рабочая встреча по согласованию действий на ближайшее время и на следующий 2020 год. Составлен протокол, согласованный целый ряд моментов, связанных со всеми изменениями. В том числе подкорректирован график оплат. Это связано с тем, что оплаты уже попадают на другие интервалы времени, а тут у нас надо понимать, что они должны иметь и квартальную привязку, для того, чтобы не создавать лишних проблем по финансовому учету, по мониторингу и по предоставлению отчетности. Кроме того, у нас добавилась дополнительная нагрузка. Мы должны теперь регулярно, по квартально представлять отчеты о своей работе в особой экономической зоне, регулировать дополнительные финансовые обязательства по уплате налога на аренду земли, и арендные платежи, собственно говоря, это дополнительная финансовая нагрузка, которая еще более дисциплинирует и подстегивает нас. Потому что она не дает времени расслабляться, потому что любое расслабление влечет за собой дополнительные финансовые затраты. Поэтому надо напрягаться, собственно говоря. Здесь, кстати, звучал вопрос по поводу того, где посмотреть регистрацию. Можно на косреестре, но, кроме того, обращаю внимание, что договор, утвержденный договор, первая страница, последняя, обратная, где стоит отметка в регистрации, он будет выложен на сайте sovolmash.ru в разделе документы и ОСЗ, особо экономическая зона Технополис Москва, сайт Sovolmash. И, соответственно, основные, основополагающие документы все будут размещаться на сайте. Поэтому можно будет пользоваться для своей текущей работы. Кроме того, я полагаю, что мы постараемся сделать соответствующий форум для работы партнеров именно по вопросам, связанным с продвижением проекта, но не связанным с вопросом привлечения инвестиций. Это следует понимать, потому что сайт – это рабочий сайт.